Я иногда сижу, думаю, так важно, чтобы большее количество людей знали об этом знании. Очень важно. Я бы хотел спросить, у кого из вас сейчас в дальний момент есть долги? Честно поднимите, я же хочу видеть. Долги есть в дальний момент, да? А вы пришли, чтобы не попасть туда, да? Вот то, что вы хотите учиться, чтобы туда не попасть. Это очень важно. Поэтому, видите, долги такое свойство имеют. Я сейчас пошагово пойдем, и вы начнете понимать, пошагово как-то пройдем. Я заметил, что долги, когда в человеке появляются долги, странным образом, пожалуйста, странным образом удача покидает человека. Вы согласны со мной? Кто из вас это заметил? Вы это заметили? Собственной жизни. Те дела, которые раньше вы делали, легко получилось, и даже это не получается. Те дела, которые вы легко могли бы раньше делать, у вас дела пошло бы хорошо, даже это начнет не получаться. Долги связаны с эмоциональным участком мозга человека. Это надо писать. Долги связаны именно с эмоциональным участком сознания. Что это значит эмоциональный участок? Долги возбуждают эмоции. Долги на самом деле возбуждают эмоции. Человек, когда в долгу, он начнет нервничать, он начнет проживать. Самое интересное. Долги – это такой вещь, который сам человек, не понимая, начнет о них думать. Просто сам не понимая, о них начнет думать. Хочешь, не хочешь, придется думать о долгах. Вы это заметили? Нравится тебе, не нравится тебе, хоть какое-то время хотя бы забыть о них не получается. Мышление должника, оно приводит к тому, что лицо человека начнет видно стать. Со стороны сразу видно, что у человека депрессия, либо у человека проблема. Ты уловили? Со стороны начнешь видеть, что у человека что? Депрессия, у него проблемы. Это со стороны сразу видно. Поэтому долги имеют такое свойство. Скажите, пожалуйста, кому из вас приятно заниматься любовью? Не понял, ни которым из вас не нравится? Я понимаю, что неожиданный вопрос. Я действительно понимаю, что вы не ожидали такого вопроса. Но вы должны понимать, что как вот занятие любовью, как возбуждает человека, как начнет нравиться. Точно так же аналогично ваше сознание, так ему нравится быть в долгу, что другого не воспринимает. Только обратно стране монета. Внимание! Два страны монеты существуют. Но если вы одну страну монету увеличиваете, другая страна монета автоматически увеличивается, вы понимаете? commercial покупать? вторая сторона монета автоматически увеличивается как день и ночь видите вот это баланс держится мир вот это баланс без этого баланса мир не существовал бы зима лето жизнь и смерть и так далее точно так же то есть я хочу сказать как положительная страна например те вещи которые нам принесет радость когда вы зарабатывать вы радуетесь вы согласны что когда вы вот представьте что сегодня зарабатывали 5000 долларов у вас настроен довольны хорошие а представьте что вы сегодня потеряли 5000 долларов какой из них эмоционально больше а кто понял какой из них эмоционально влять больше я заметил что на 20 процент смотрите да вот так смотрите если реально посмотреть это где-то вот так выглядит скажем если мы говорим что потери 100 процентов влияет на человека прообретение на 70 возможно на 80 процентов влиять на человека потери сильнее влиять на человека это правда действительно это так то есть вот эта часть эмоциональная часть мозга он сильнее влияет я сейчас буду создам вам несколько вопросов первый вопрос у меня такой кто из вас уже больше года в долгах то есть уже год прошел больше года кто у кого уже два года долги есть поднимет руки это нормальное явление если пойдете к врачу власть спорта давно ли это проблема вы должны сказать у кого уже три года такое состояние честно поднимет руки вы попадете к книге гениса внимание у кого уже пять лет долги есть выше поднимет солнца я сегодня с это королева нашей провел полчасовой консультации я его историю буду рассказывать вам всего на виде примерах и буду обучать и вы начнете очень многому увидеть и понимать хорошо я попозже буду рассказывать сейчас я характеристка долгист по чуть-чуть по чуть-чуть рассказываю самое важное не то то что вы делаете вот выше попытались бороться долгами кто из вас заметит что чем вы борете с долгами странным образом они становятся больше кто из вас это заметил никто в детстве не мечтая что я вырасту обязательно попаду в долгу это такого нету но долги могут произойти в жизнь любого человека он не знает об этом сам что могут даже если вы сегодня богате сегодня богат никто не гарантирует что через 35 лет и будет богатыми никто не знает вы думаете что я мечтал я знаю что попаду в долгах я был в долгу 174 человека напишите себе вы должны это точно знать 174 человека я был в долгу сумме миллион восемьсот сорок шесть тысячи долларов миллион восемьсот сорок шесть тысячи долларов еще плюс еще плюс 4 банка 4 банка общий сумма банка составляет 493 тысячи долларов 3 тысячи долларов теперь скажите у кого из вас хуже проблема чем мои у вас не было такая проблема ваше право не имею ввиду ваше ситуация совсем наверное меньше выиграть по сравнению моё узнавая о моем проблеме вам уже легче 100 наверно нет еще как знаете когда я попала в банкротство долгу одну вещь мне помог я вам расскажу чтобы не помог и знаете я попал страшно депрессии честно скажу я первые три месяц из дома не выходил никого видеть не хотел я даже думала самоубийстве я думал каким-то образом как-то не знаю я действительно так думал у меня были все симптомы сумасшествия потому что как будто голова лопнет никого видеть не хочешь и сами главные не можешь сосредоточиться какая-то тупик вот знаете какой-то тупик не знаешь как выбраться как будто вот вокруг вот чего-то происходит непонятное состояние как делать не знаешь ты готов любую работу взяться но не знаешь что делать первые три месяца у меня было такое положение я лежал дома никого видеть не хотел я был страшным депрессии то есть получается хочу спать не могу уснуть комнату закрошься даже жену я не допускал к себе никто чтобы не подошел ко мне я так и действительно был потом однажды моя жена бы идет по улице и встречать моего друга он изобретатель а где саид он говорит она говорит он он приживает он сейчас у него все дела плохо и у нас очень много долги все звонят каждый и представьте 174 человек каждый день звонят и и они выводят вас из себя вы надоедает вам поднимать их отвечать на их звонки они начинают потом грубит вас они начали унижать вас у вас бывало такое они начали уже вас наезжать или нет скоро вас ожидают если еще не начали и поздравляю я серьезно говорю они начали унижать они начали угрожать смотрите когда вы берете у кого-то долг у этих людей появится власть над вами внимание когда вы берете долг у этих людей с власть над вами теперь внимание вот самое страшное внимание вы бог даст вам здоровье вы когда-нибудь долг вернете если бог даст вам здоровье но власть никогда не уходит никогда это похоже на то что если вы возьмете нож режете воду вода заполняется ничего незаметно но если вы возьмете нож режете лицо человека рано заживается шрам остается вот это шрам она все равно следы оставляет навсегда точно также долги кто мне понял поэтому когда у человека в кого-то вы берете долг у них есть волос над вами им кажется что они имеют право унижать тебя им кажется что они имеют право нагрубить тебя им так кажется это правда они думают что они имеют право тебе нагрубить унижать и а на самом деле ты всего лишь им деньги должен больше ничего ничего в мире не принесет сколько унижение как долги ничего в мире не принесет сколько страданий как долги это реальное страдание это действительно правду говорю когда человек попадет в долгу потому что он хочет много зарабатывать кто не понял да единственное что толкает вас в долгу это желание зарабатывать импульсом импульсом почему выбрали товар почему брали деньги в долг почему выбрали кредиты почему поставщика брали под реал товар и тогда это все с желание чтобы зарабатывать почему вы арендовали контейнера я на миллион процент уверен что вы это делается с желание чтобы зарабатывать я прав да смотрите как это работает я заметил что вот такой механизм существует желание зарабатывать деньги она сама по себе очень опасная оказывается она как работает вот так я сейчас покажу кое-что ярко скажу что это фактор времени а это деньги это фактор времени а это что деньги вот как происходит вот например человек отсюда стартове . человек отсюда . 0 согласны возможно он чуть-чуть зарабатывать какой-то уровень дохода у него есть он здесь если мы посмотрим вот эту шкала скажем что шкала а в районе не знаю здесь внизу год и соответственно тут наверху если мы ставим какие-то сифры может быть тысячи долларов скажем в районе или 10 тысяч долларов шкала зависит от того как как мы работаем у кого-то доход больше кого-то меньше поэтому я возьму в районе где-то тысячи долларов скажем до тысячи две тысячи и так далее так далее там раз два три 4 5 6 7 8 ну скажем что до 10 тысяч долларов тут хорошо вот так например а здесь давайте мы возьмем что годы да мы можем взять по пять лет можем взять годы вот так да вот так правильно вот так таком духе теперь смотрите я заметил такую необычную вещь человек который зарабатывает например скажем что он работает 300 долларов 500 долларов на зарплату работает или какой-то там а потом он принял решение что он хочет заниматься бизнесом и он принял решение что мне надо заниматься бизнесом и что он начнет делать с желанием чтобы зарабатывать а касса когда человек где старт если вспомнить самом начале у вас некий рост пошло самом начале у вас пойдет чуть-чуть рост в это вспомните вот чуть-чуть рост пойдет самом начале вы были удачливый человек самом начале она приходит это так и это вдохновляет потом идет вот так знакома это действительно так вы понимаете это длина самая-самая кульминационная нижняя . когда определенный уровень человек достигает это достигает только и остается теперь сколько процент люди отсюда выбирается из а давайте сначала говорим со скалками людьми так происходит так происходит более 80 процент людьми вот эта картина приходит с 80 процент людьми происходит вот это 20 процент людьми 20 процент людьми это не происходит по одной причине какая причина скажу попозже, у них происходит чуть по-другому.